МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости АНАПР-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Сегодня мы хотим на обсуждение наших граждан и напчан предложить три проекта. Выбираем вместе. Каждый напчанин может проголосовать за понравившийся проект будущего дворца бракосочетания. Это мультфильм нашего детства. Мы на нем выросли. Волк и заяц, Маша и медведь. Калейдоскоп мультперсонажей на улице Стахановской своими руками создал местный житель. Кто-то хулиганит, кто-то учится хорошо, но это было, есть, и, мне кажется, и будет всегда. Найти общий язык с ребенком. Школьные психологи отмечают свой праздник и делятся профессиональными секретами. Президент России Владимир Путин провел в Анапе заключительное совещание с руководством Министерства обороны, а также осмотрел построенный в этом году технополис эра, сообщают в пресс-службе Кремля. Он ознакомился с медицинской технологией 3D-сканирования. Главе государства показали лабораторию по разработке лекарств и геномных исследований, которые ведутся в технополисе. Технополис эра создан в соответствии с указом президента 25 июня 2018 года. Задача учреждения – ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, поддержка молодых ученых, которые служат в вооруженных силах. Сегодня в технополисе представлены 37 предприятий. Среди них крупные, такие как Калашников, Сухой, а также небольшие исследовательские команды-стартапы. Вместе они работают над проектами в области робототехники, энергетики, информационных систем. Строительство дворца бракосочетаний в районе парка Ореховой Рощи начнется в начале весны будущего года. Об этом сообщила нашей телекомпании главный архитектор города-курорта. Работы находятся под личным контролем главы муниципалитета Юрия Полякова. По его поручению в интернете открыто голосование, чтобы жители города-курорта выбрали один из трех проектов. Все подробности в сюжете. На месте будущего дворца бракосочетания начаты инженерно-геологические изыскания. У поставщиков воды, тепла и электроэнергии запросили условия для подключения. В распоряжении архитекторов и строителей все свободное место в этом квартале. Здесь будет целый комплекс. Просторная стоянка, где смогут разместиться несколько кортежей. Зоны отдыха с фонтанами со стороны Ореховой Рощи. Само здание одноэтажное с потолками порядка 6-8 метров. Величие, ощущение такого пространства. Хотели видеть дворец. Дворец в нашем понимании высокие потолки, красивый антураж, красивый вход, арки. У людей, пришедших на церемонию бракосочетания, должно быть ощущение праздника, чистоты. По данную концепцию разработали три эскизных проекта. В классическом, консервативном, а также стиле модерн. Их представили главе муниципалитета Юрию Полякову. По его поручению на официальном сайте администрации, а также в социальных сетях открыто голосование. Сегодня мы хотим на обсуждение наших граждан-анопчан предложить три проекта. Три проекта. Пусть они выберут любой. Давайте на обсуждение дадим. Пусть люди обсудят, примем решение. Выбрать понравившийся проект можно до 30 ноября. Все выходные и предстоящую рабочую неделю. По словам главы курорта, медлить нельзя. Сегодня ЗАГС находится на втором этаже торгового центра. На стоянке, места в дефиците. В самом учреждении один зал, тогда как население растет, а вместе с ним и количество свадеб. Но самое главное, что отмечают участники рабочей группы, это расположение. Шикарнейшее место. Во-первых, Ореховая роща. Сразу можно пройтись, пофотографироваться рядом берег моря. Можно пройти сразу моментально на набережную. Прелести города-курорта Анапы, именно как курорты, что это все-таки город на море. Рядом с Творцом Бракосочетания на такой территории, думаю, это самый лучший выбор. По словам главного архитектора, проект будет готов до конца текущего года. К строительству можно будет приступать в конце зимы или в начале весны, в феврале или марте. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. А теперь о том, как сами анапчане могут сделать город уютнее. Герои известных отечественных мультсериалов теперь поселились на улице Стахановской. Инициативу главы Анапы сделать наш город благоустроенным и красивым поддержали местные жители. И не только словом, но и делом. Здесь уже появились скульптуры волка и зайца из «Но погоди», а теперь начали работу с образами Маши и Медведя. Процесс трудоемкий, может занять пару месяцев, однако фигуру уже полюбились дети. Идея украсить двор многоквартирного дома скульптурами появилась еще год назад. Этот лебедь – творчество местного художника. Теперь похожие фигуры украсят клумбы на улице Стахановской. Шесть лет назад здесь располагались торговые ролеты. По словам руководителя местного ТОС, магазины совсем не пользовались спросом. От них остались бетонные площадки. О благороде территории взялся скульптор. 50 тысяч мне дали на развитие двора. Мы сделали эту дорожку. Но чтобы ее сделать до конца красивой, дальше нужно что-то здесь поставить. «Волк и заяц» – это мультфильм нашего детства. Мы на нем выросли. А в данный момент наши поколения, внуки, они выросли на Машенька и Медведь. И я считаю, что это мы сделали правильно. Сначала создается каркас будущей скульптуры. На него послойно заливают бетон и фигурам придают форму. Как говорят мастеры, герои мультфильмов будут полностью готовы уже к Новому году. Скульптуры покрасят, а вокруг площадок посадят цветы. Это и часть масштабного проекта по благоустройству дворовых территорий. Улица Стахановская вошла в программу «Комфортная городская среда» на следующий год. Во дворе дома отремонтируют детскую площадку, установят спортивный комплекс, высадят деревья и обустроят цветочные клумбы. Не за горами самый любимый праздник всех россиян. В Анопе пройдет конкурс на лучшее оформление предприятий санаторно-курортного и гостиничного комплекса к Новому 2019 году. Организаторами выступают управление по санаторно-курортному комплексу и управление торговлей и потребительского рынка города. Оценивать участников конкурсная комиссия будет по следующим критериям. Эстетический облик предприятия, творческий подход к формированию новогоднего имиджа сотрудников. Учитываться также будут различные мероприятия, которые проводит предприятие. Конкурс будет проходить с 13 по 23 декабря. Подать заявление потенциальные участники могут в управление торговлей и потребительского рынка администрации Анапы по адресу Улица Крымская, 150, кабинет 202 или в управлении санаторно-курортного и туристического комплекса по адресу Улица Крымская, 99, кабинет 324. 26 декабря конкурсная комиссия рассмотрит заявление с выездом на место. Имена победителей станут известны 27 декабря. Сегодня психологи отмечают свой профессиональный праздник. Он был учрежден в России 18 лет назад. Сейчас во всех школах Анапы работают педагоги, психологи. Они помогают детям определиться с выбором профессии, раскрыть их таланты, да и зачастую просто дать совет в трудной жизненной ситуации. Причем не только самому школьнику. Как найти общий язык с ребенком и помочь ему сдать экзамены на отлично в нашем материале. Алена Сергеевна работает с детьми уже 5 лет. Как она сама говорит, не только педагог учит школьника, но и сам ребенок помогает взглянуть на привычные вещи с другого ракурса. Работает Алена со всеми возрастными группами. По ее словам, то, что дети с каждым годом становятся менее послушными – миф. Нужно лишь заинтересовать школьника. Дети не имеют возрастных каких-то рамок. Например, даже те же самые мальчишки. Они дрались раньше, они дерутся сейчас, и они будут драться. Так же и девочки. Это все равно какие-то красота. Например, если в 80-е, когда была форма, они там украшали себя бантиками, какими-то формой, украшали какие-то воротнички красивые шили, то сейчас это просто более современное. Так же они украшают себя. Поэтому я считаю, что в принципе разницы между детьми нет. Они так и остаются. Да, кто-то хулиганит, кто-то учится хорошо, но это было, есть и, мне кажется, и будет всегда. Я думаю, что они помогают людям во всяком случае. Если человек, у него какие-то не очень хорошие вещи, то есть бывает в семье, то психолог помогает. Потому что ребенку это интересно. И общаться хочется. И, возможно, много чего нового узнаешь. Большое внимание деляется самоопределению подростков. Алена Сергеевна помогает старшеклассникам сделать первые шаги к будущей профессии. Одна из главных проблем нынешних выпускников – повышенная тревожность. Давление со стороны родителей и педагогов не дает школьнику сосредоточиться. Влияет на психику и сам страх не сдать итоговый экзамен. Независимо от того, это экзамен или нет, просто любите своих детей. Потому что любовь, она всегда передается и растет вместе с ребенком. Любить, уважать ребенка, слушать его, разговаривать с ним. Потому что сдаст он экзамены или не сдаст он экзамены – это такое маленькое испытание. И когда он не сдаст экзамены, просто поддержать. Потому что для ребенка это тоже тяжело. А если сдаст, то вместе с ним порадоваться и искать дальнейший выбор жизни, пути их решения. В Анапе уделяют внимание и особенным детям. Центры диагностики и консультирования – сердце психолого-педагогического сопровождения. Здесь специалисты проводят занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. А также ведут профилактические занятия. Наш центр именно дает поддержку родителям и понимание детям. Потому что с детьми работают у нас специалисты. Потому что у нас есть образовательная деятельность именно с такими детьми дополнительная. Где наши логопеды, психологи, дефектологи занимаются с детками и подтягивают их до более высокого уровня. В этом году центр отметит свой второй юбилей – 20 лет. В 7 декабря в городском театре они поздравят своих коллег на торжественном мероприятии. Педагогов, психологов ждут заслуженные награды и лучшие номера анапских коллективов. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Руслан Душевский. Анапа. Регион. Дни здоровья в сельских округах продолжаются. На очередное профилактическое мероприятие, которое состоится уже в эту субботу, приглашаются жители Гайкадзора. В сельской амбулатории можно будет получить бесплатные консультации узких специалистов – терапевты, невролога, офтальмолога, эндокринолога, хирурга и лор-врача. А также измерить рост, вес, артериальное давление, пройти экспресс-анализ крови и оценку состояния сердца на кардиовизоре, сделать ЭКГ и УЗИ органов брюшной полости. Каждый участник мероприятия получит рекомендации по вопросам здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Всех желающих ждут в субботу с 9 до 13 часов по адресу Силогайкадзор, переулок Школьный, дом 3. При себе необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Она по регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова